Здравствуйте! Рады приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла клубничка. Для этого нам понадобится прозрачная мыльная основа производства Англии, форма 3D клубничка. Выглядит она вот так вот. В комплекте идет вторая форма в виде листика. Также нам понадобится овсяное молочко, краситель гелевый зеленый, краситель гелевый гранат. Также мы будем использовать масло зародышей пшеницы для увлажнения. И будем использовать пигмент сухой белый. Для начала растопим мыльную основу. Для начала первым этапом мы заливаем формочку в виде клубнички. Берем гелевый краситель и добавляем буквально несколько капель. Он очень концентрированный, поэтому 3-4 капли будет предостаточно. Все тщательно перемешиваем. Добавляем отдушку. Также несколько капель. И все тщательно перемешиваем. Добавляем несколько капель овсяного молочка. Несколько капель масла зародышей пшеницы. И все перемешиваем. Теперь готовую смесь заливаем в форму. Заливаем до самых краев. И оставляем до полного застывания. Следующим этапом подготавливаем вторую часть нашего мыла, а именно листик. В заранее растопленную основу мы добавляем несколько капель отдушки. Несколько капель гелевого красителя зеленого яблока. И все хорошенько перемешиваем. Добавляем несколько капель овсяного молочка. Масло из зародышей пшеницы. И хорошо все перемешиваем до полного растворения. Для того, чтобы цвет был более насыщенный, мы добавляем немного белого сухого пигмента. Буквально чуть-чуть. И все хорошо-хорошо перемешиваем. Цвет у нас сразу становится яркий, насыщенный. Но необходимо хорошо и тщательно перемешивать, потому что пигмент сухой. И ему необходимо время, чтобы раствориться в основе. Хорошенько, чтобы все растворились комочки. После того, как комочки все растворились, мы с помощью пипетки набираем основу и вот так вот заливаем ее в форму. Добавляем глаза. на поверхности могут образоваться пена и пузырьки и для того чтобы их устранить мы немного вспрыскиваем спиртолом и оставляем до полного высыхания после того как две части мыла застыли мы берем листочек извлекаем его из формы и делаем на нем вот такие вот полосочки для того бы она хорошо скрепилась с нашей клубничкой берем форму и извлекаем саму клубнику теперь с помощью пипетки на листочек наносим немного основа чтобы можно было ее скрепить с клубничкой наносим и крепим клубнички так как сам листочек получился у нас тоненький его можно немного согнуть и даем ему немного застыть после того как основа застыла мы ее скрепили вместе с клубничкой и получилось вот такое вот мыло вот выглядит она вот так вот очень такое живое правдоподобное спасибо что были с нами не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки до новых встреч